Здравствуйте! Где мы? Мы в Тверской области. Что мы тут делаем? Мы едем смотреть мой гектар. Очень много билбордов висит, что можно купить за 100 тысяч рублей гектар в Московской области. Мы поехали в Тверскую, и там он стоит 400. Но, тем не менее, цена действительно очень притягательна, учитывая, что это завидовая заповедная территория. Меня зовут Никита. Вы могли меня знать по таким проектам, как Галилео. Смотрите-ка, это же Лиза Арзамасова. А, Галилео! Привет, пойдемте. Я снимал сериал «След» и снимался в нем. Вот так? Да. Он обхватил его сгибом левой руки за ногу. Тогда наркоман добил его. Еще дважды ударил топором. Кино в деталях и даже битва экстрасенсов, друзья. Я решил основать свой видеоблог, который будет посвящен сельскому образу жизни. У меня есть важный козырь. Я, друзья, бакалавр почвоведения. Как вам так? Пускай я с второго курса пошел работать в телек, но я закончил. Почтное образование Московского государственного университета Михаила Васильевича Ломоносова. Усадьба «Завидова». 319 гектаров общая площадь, 461 участок под усадьбу. Четыре зоны в поселке. И входная группа. Смотрите, друзья, это дерево, это натурпродукт. Ребята пропагандируют феодальный образ жизни. Едем мы, как ты думаешь, мой друг, мы проезжаем вот эту первую? Нет? Окей. Зоехать получилось вот у ворот встали и слава богу. Дальше, я надеюсь, нас повозят. Территория здесь, вот эта вся бескрайняя территория, это их территория. Что я вижу? Я вижу провода ЛЭП. Это, если есть электричество, то есть все. Сам провод короткий на четыре столба, но столбы уходят дальше, да? Я думаю, что примерно по ним можно оценить площадь этого поселка будущего. И она велика. Два часа я здесь. Ну, мы ехали в субботу, утром выехали. Мы встретили пробок по бесплатной Ленинградке. Мы приехали за 2 часа 20 минут. Мне нормально. Если здесь у меня будет гектара, я развернусь тут как следует, то мне будет хорошо. Замок нас встречает еще. Так, сейчас мы позвоним. 4G, что немаловажно. Это на теле 2 сразу говорю. Теле 2. От меня вам, пожалуйста. Реклама на моем блоге. Где твой пальчик? Где твой колокольчик? Дай мне мальчик и девочек вагончик. Какая задача у тебя стоит? Посмотреть в участке номер 89, 35, 36. Вот эти мы смотрели, например. Гектар не меньше. Ты сориентировался, да, по местности? Вот здесь мы находимся сейчас. Где мы тут находимся? Я, брат... Нет. Я только смотрел с этих всех. С дирижа, блин. Я поэтому... Мы вот здесь, да? Автосервис. Неплохо. У нас русская тачка, поэтому... На машине не проберемся. Даже на твоей? Угу. Это поле. Нормально. Ты бы, когда землю выбирал, ты бы чем руководствовался? Ну, мне то, что нравится, то и нравится. Я не знаю, что руководствоваться. То есть я приехал на участок, мне то, что понравилось. Вот я его купил. Границы, я так понимаю, примерно по деревцам. Поле, чистое поле. Я не знаю, хочу ли я с деревьями больше, а? Или не хочу, вот с такими деревцами. Я бы взял с деревцами, кстати. Ты бы взял с деревцами, да? Ну, а то придется ждать лет 20, чтобы они выросли. Вот тоже. А видел мем, как лиса ищет мышку? Ну, этот снег золотой, вроде. Завидевший, экологический снег. Слушай, мне кажется, он какой-то лысоватый, блин. Я бы что-нибудь еще посмотрел. Выбираем что-нибудь еще посмотреть. Ты хотел с деревьями? Ну да, плюс-минус. Вот тут я стоял? Да, вот он, дорога. А-а-а. Ты отошел буквально метров на 10. А-а-а. А-а-а. Летом тут вообще хорошо. Ну, например, ну, видимо. Вот смотри, вот, подожди. Так у меня тут как будто бы самый лес, смотри. Мы дошли вот до сюда, да? И тут первый деревцак. А облака тоже нужно купить? А облака бесплатно. Здесь все входит. Эко снег, облака и Волга. Мы встретили местного жителя. Он живет прямо здесь, правильно? Метров 500-600. Ну, во-первых, это золотое кольцо России входит. Вот здесь и путевой дворец Екатерины на той стороне Волги. Церковь самая древняя в Тверской области находится, которая ни разу не превращалась в склад какой-то во время таких вот моментов в СССР. Вот. Очень красивая природа, леса, много каких-то ягод можно собрать, там вот эти вот по поводу питания, очень много полезного. Здесь не только Волга, правильно? Здесь много озер каких-то, очень много. Здесь там какие-то есть немножко, там Московское море, здесь Волга, на той стороне еще есть озера. Мне кажется, мое поле лидер по борщевику. У нас есть проблемы, насущные, но дальше есть красота. Задача устранить проблемы, подчеркнуть красоту. Я наверняка буду с ним бороться, у меня есть методы, научно выверенные методы, а если они не подойдут, то у меня есть у кого спросить, потому что лучшие специалисты Московского государства университета, они будут со мной здесь, на этом блоге. Довольно экзотичное название почвоведения. Как меня только не спрашивали, пчеловедение, пчелоедение, это самостоятельная наука, она появилась на рубеже веков, 19-го и 20-го. Придумал ее человек за моей спиной, Василий Васильевич Докучаев. Он был учеником Менделеева, а его учеником был Вернадский, то есть он состоит в плеяде великих ученых. Василию Васильевичу тогда геологу был дан императорский приказ исследовать причины засух 1873-1875 годов и в целом на основании этого исследования разобраться с неврожаями. А его спустя 4 года начала выкристаллизовываться новая наука. Почва является полидисперсным и полистым телом. Ее твердая часть состоит из частиц различного размера, механических элементов. Они могут находиться в раздельно-частичном или бесструктурном состоянии. Передо мной почвенные экспонаты. Вы привыкли, наверное, думать, что под травой или там под чем-то всегда есть черная рыхлая почва, но по факту мы здесь видим уже все цвета радуги. Почвы очень отличаются друг от друга. И Василий Васильевич Докучаев впервые определил почву как самостоятельное природное тело. Здесь представлены почвенные разрезы, на которых мы можем видеть, как меняются слои. Эти слои называются почвенными горизонтами. Верхний плодородный слой, но дальше под ним идут те горизонты, которые определяют качество плодородия, качество физических свойств. Один сантиметр плодородного слоя формируется в течение двухсот лет. Один сантиметр. А смыть его может один сильный ливень. Если почва, которую исследовал Василий Васильевич Докучаев, черноземы того времени содержали в себе до 12% гумуса, то сейчас отличный показатель. Это 4-5, может быть, 6%. Да, прошло 100 лет. И тенденция неизбежна. Что-то нужно с этим делать. Что лучше всего знать на этом факультете? Как бы без всяких консультаций изобрели один метод борьбы с борщевиком, да? Он основан на нашем буйном детстве, да? Как бы, да, вот так вот. Ручки расслабленные, да? Ототочка у нас. Опа, да? Вот так вот. Второй, да, казалось бы? Опа, да? Погнали дальше. Лыжи, коньки. Это классика. Бывает, в футбол играем зимой. Шик. Мы с ребятами собираемся. А летом, скажи, летом? Куда ездить? Куда ездят местные люди, чтобы, знаешь... Мы никому почти не скажем. Почти никому. На той стороне Волги, вот. Там уезжаем туда, лодочки, весла. Пошел на ту сторону. То есть это не через мост какой-то, не на машине? Нет, это вот напротив Волги. Можем вплавь. Вот у нас такое развлечение. Вплавь плаваем туда. Там развлекаемся, отдыхаем. Шу-сучок пожарим. Рыбу половим. Нормально. Мы дошли до березы. Смотрите. Самые крутые березки на районе Майи. Пойдем их потрогаем. Одну, одну. Кто-то сломал. И во мне уже помещичек Куркульцева поднимается. Кто сломал мою березку? Как мы знаем, березовые дрова хорошо растапливают печеньку. А печенька бы тут не помешала. Хотя плюс пять, но все ноги заложены снегом. С танковой тропы на центральный хайвей. Здесь все притоптано. Здесь ноги вообще никуда не попадут. Ну как? Ха-ха! Ой, мать! Это из минус двадцать и месячная норма осадков в плюс пять. Приятно, когда родная грязь греет. Да, да. Зато смотри. Вот это очень хорошая почва. Это очень хорошая отдохнувшая. Обильная корневая система. Вот видите, она распадается на одинаковые размеры частички. Это называется почвенная структура. Она здесь присутствует. Это значит очень хорошая почва. Знаете что? Я возьму ее на анализ. Я отвезу на свой факультет. И мы померяем ее плодородие. Лови. Оп. Супер, спасибо. Итак, я хочу с тобой поделиться, потому что ты будешь участвовать вместе со мной. Щедрость. Вот одно из лучших качеств почвоведов. Сейчас мы будем определять герметрический состав почвы. Те или иные разные крупности, частички. Проще всего будет сказать, что это либо песок, либо глина. Ты берешь кусочек почвы и раскатываешь из нее колбаску, чтобы ее ширина примерно была везде одинаковая. Как у меня, например. Не очень большой. Твоя уже готовая. Да, смотри, видишь, у тебя не очень они одинаковые. Нужно, чтобы они были ровные. Полевой метод определения герметрического состава почвы. Полевой метод, да. То есть это можно сделать любой дачник уже. Вот он захотел купить. Да, и это очень удобно на самом деле, потому что ты можешь это сделать сразу в поле. Потому что есть еще лабораторные способы этого определения. Но не все же есть лаборатория, конечно. Не у всех. А у нас есть. А у нас есть. И, естественно, и эта почва, и другие горизонты почвы отправятся на химические углубленные анализы. Но сегодня мы делаем то, что можем сделать. Мне кажется, я беру именно этот участок. Красивый. Жить на земле это то, что достойно человека вообще и русского человека в особенности. Ребят, вы посмотрите на нашу страну, на ее просторы. Это то, как надо жить. Не сделал я ничего такого, чтобы о себе большое мнение иметь. А ты возьми да сделай, пока молодой. Возради поля. Верни деревню к жизни. Люди спасибо скажут. Да и себя уважать станешь. Мне надоело вот это 25 этажей. Здесь я чувствую себя органично. Здесь я чувствую себя участником этой планеты, этого мироздания. Тот, кто нас создал, он так это и задумывал. А то, что появились города, это вообще предание индустриальной эпохи, да? Это первые фабрики, мануфактуры. Это было сто с лишним лет назад. Это человейники. Человейники. Почему мы до сих пор у них живем? Как-то, значит, ну по инерции, у меня такое ощущение. Земля это единственное, что имеет ценность. Единственное, что вечно. За нее стоит бороться. За нее стоит даже умереть. Опа, сразу видно, что ты ирландец. Сейчас нам осталось провести 4 жены над всей страной, чтобы школьники на удаленке не залезали на березы, особенно на мои, да? И все, и живи вот так. Земли валом. Гектар каждому. Да ты что, сукин сын, самозванец казенной земли разбазариваешь? Так никаких властей не напастешься. Раньше здесь назывался Вертязин, городня. Вертязин? Да. Класс. Город Вертязин. Интересно, чем городня. Такой Вертязин. Вертязин. Мы реально тут приехали, хочется по Вертязин, по Крутязин, по Нырязин хочется. И еще у тебя есть группа местная, правильно? Местная группа, да. Это прям гражданское общество? Общество гражданское. Поднимаем всякие вопросы. От некачественной продукции в магазине до какого-то там каких-то свалок. Супер же. Супер, да. И реально это эффективно? Это эффективно, это на этот момент эффективно, если его правильно использовать. То есть, что люди сами ответственно подходят, то есть, нашли какой-то момент, скажем, неприятный, да? Выложили, попросили там на общественность, чтобы люди это видели, чтобы до администрации доходило как-то. Вот. Редкино-ньюс, кто будет там, может напечатайте, подписывайтесь. Пожар многоэтажного дома был. Мы своим товарищем по группе рассказали населению, что вот есть дом, он сгорел, у жильцов есть какие-то проблемы. Давайте поможем, кто чем сможет. Собрали, сделали просто быстро. Надеемся, что и местные жильцы будут активны и в гражданском обществе каком-то будут участвовать. Песок, либо глина. Но между ними тоже есть некие градации. Это супесь, ближе к песку. Есть суглинок, больше глини. Скажи, плодородные почвы обычно какой обладают структурой? Плодородные почвы, в основном, они среднего суглинка. Средний суглинок, то есть золотая середина. Ну да, что-то типа средний, лёгкий суглинок. И вот мы сейчас будем пытаться определить. Смотри, если бы у нас был бы песок во влажном состоянии, естественно, у нас колбаска бы не скаталась вообще. Ну, потому что сам представляешь, что она всё рассыпается. Была бы супесь, она бы пыталась скататься, но распадалась бы на большие фрагменты. Да, ничего бы не получалось. Нам нужно определить, какой у нас суглинок. Лёгкий, средний или тяжёлый. Мне нравится, как она вот эта. Да. Лёгкий, средний или тяжёлый. Сука. Хорошо. Погнали. Определяем его. В общем, смотри, мы свернули колбаску. Это уже хорошо, это уже показатель суглинка. Если бы она сейчас разделилась бы на фрагменты, да, и не свернулась бы в целостный такой шнур, да, то это показатель того, что это лёгкий суглинок. Теперь наша задача свернуть его в кольцо. Как видишь, я сворачиваю в кольцо, и всё, и всё, он разрушается, да. Видишь, в кольцо не получается свернуть. Тогда это говорит о том, что это средний суглинок. Средний суглинок. Да, потому что если бы он свернулся, на него были бы трещинки, это был бы уже тяжёлый суглинок, но идеальная глина, это бы идеально сложился, идеально завернулся в кольцо. Получается так, что усилиями авторитетного специалиста Вероники мы можем сказать, что это близко к идеальной структуре. В первом приближении, конечно. Да, конечно, конечно. В колбасочном разрезе. Вот он, ребята, канонический образ почвоведа. Вы думаете, он копает? Нет, копают землекопы. Почвоведы вскрывают почвенные разрезы. Именно таких 30 штук здесь расположено. Вот и на своём почвенном гектаре я, конечно же, придёт весна, и вскрою почвенный разрез, и мы сделаем углублённый анализ. А почему бы вам не подписаться на канал? Здесь много я уже узнал и расскажу тебе. Входная группа. Скажи, она давно появилась? Летом. По ощущениям, она вот как в старь, да, без одного гвоздя делается? Реально. Да. Значит, что вижу я, да? Повторюсь, я эколог и почвовед, ни разу не строитель на сегодняшний день. Вот бойница для винтовок, но это не точно. В целом хочется узнать ваши комментарии. Вообще, ну, это вот самое капитальное строение на сегодня. Как вам вообще тот, кто шарит, ребят? Как это выполнено? Вот мне сказал Илюха, говорит, отборный лес, без единого гвоздя. А это? Болтик. Это не гвоздь. Ну, и он как будто здесь, знаешь, мне кажется, это выгружали брёвом, что ли. Ну, кажется, он явно не несущая конструкция, да? Солидная вообще история. Здесь, напомню, три этажа. Пишите в комментариях, это важно, ребята. Это фрабица или шифер. Скажи, брат, ты же строил что-то в своей жизни. Что это? Шифер, Рабица, как это называется? Это Андулин. Андулин? Это рязанский 15-летний рэпер. Вот кто такой Андулин с его альбомом «Всё пропало» или «Жизнь никчёмна». Это потому, что в Рязани, Андулин, приезжай сюда, здесь нормально вообще. Возьми гектар, живи, кайфуй. Друзья, спасибо, что смотрели. У нас кончились все батарейки и все силы. Мы мокрые, усталые, но довольные. Возвращаемся назад. В следующем выпуске мы решили, что мы поедем в другое посёлок компании. Посмотрим на человека, который уже живёт на своём гектаре. Узнаем у него какие-то секреты. Узнаем, как ему вообще живётся и как он перезимовал. Это «От Сахи до Сахи» на связи.